Варшава столица Польши. Всем известно, что Польша страна католическая, но несмотря на это протестанты здесь тоже присутствуют. И не только присутствуют, но и проводят свою деятельность. Так в период с 4 по 7 ноября на улице Фоксаль 8 в молитвенном доме церкви адвентистов 7 дня состоялся конгресс адвентистского товарищества инициатив или в сокращении ОСИ. Лозунг конгресса был таков. Делимся Христом на работе. ОСИ объединяет людей, которые хотят благовествовать и хорошо это делают, но не имеют финансовой основы, с людьми, которые хотят благовествовать, имеют деньги, но не имеют времени в силу своей занятости. Члены польского ОСИ вот уже несколько лет приезжали на подобные встречи в Чехии. Но на последнем таком конгрессе в Чехии было принято решение организовать польский филиал ОСИ, что и было сделано. А в ноябре этого года состоялся первый конгресс ОСИ в Польше. Очень долго идет разговор о том, чтобы была основана ОСИ в Польше. И не получалось. Не получалось, что-то не было так, как надо. Когда наша группа стала работать, то люди, которые были уже в этом деле, они начали нам помогать. Помогать финансово. И сейчас они увидели, что работа наша набирает такие, увеличивается такие масштабы, что уже просто надо организованная и финансовая структура. Ну и поэтому очень так близко работаем с ними. Поэтому цель этого конгресса, чтобы ОСИ могло уже рушить, двинуться вперед. Адвентистическое товарищество инициатив. Это люди, которые... Главное здесь бизнес-вены. Люди, которые имеют деньги, которые работают. Большие деньги, малые деньги, просто нормальные деньги. Но у всех у кого сердце открыто на то, чтобы быстрее... Вот Господь пришел быстрее сделать это дело. То или это будет один рубль, или это будет тысяча, или это будет десять тысяч. Но люди хотят, чтобы быстрее закончилось дело. Поэтому это такая финансовая группа, которая помогает молодежи выполнять миссионерскую работу. Сама идея Адвентистского товарищества инициатив берет свое начало в далеком 1904 году, от момента заложения в Нэшвилл в штате Теннесси колледжа Мэдисон, самофинансируемого миссионерского проекта. После этого по всему США начали появляться самофинансируемые организации. И на протяжении 40 лет раз в году проводили съезды их представителей. А после Второй мировой войны в 1945 году на Генеральной конференции Церкви Адвентистов 7 дня было принято решение о заложении товариществ, объединяющего все самофинансируемые организации. В 1979 году организация стала называться Адвентист Слейминс Сервинс энд Эдастрес, а в Польше принято название Адвентистичность того решения инициатив, или ОСИ. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. АСИ пропагандирует такой стиль жизни, в котором Иисус занимает центральное место в каждой области нашей жизни. Члены товарищества ищут возможности, чтобы делиться любовью Божией в их собственной среде, с миллионами людей, с которыми имеют контакты в силу своей работы и деятельности. Члены ОСИ занимаются многими проектами, связанными со здоровьем, образованием, проповедью Евангелия и другими проектами, например, телевидение 3ABN, выставки здорового, образа жизни, экспо-здоровье, интернет-сервис МГПЛ, издательство Источник Жизни, миссионерская группа 3 Ангела и миссионерские велосипедные бакеря. Участникам Конгресса были представлены достижения ОСИ, а также 5 проектов на 2011 год, на реализацию которых планировалось собрать 65 тысяч слоты. Но Бог так повлиял на сердца людей, что собранность здорового оказалось почти в два раза больше необходимых. Поэтому появились возможности реализовать еще больше проектов, по славу Божией. В этом сессии, в котором я вчера, сегодня и эти 4 дня была, то вообще первый раз здесь. И скажу так, что много раз езжу на разных сессиях, и часами есть очень интересные, часами есть немножко для меня нудные. И так как я такой специфический человечек, то мне очень тяжело угодить. Но эти 4 дня мне очень понравились, потому что я могла не только быть на этих разных семинарах, но и также и в организации помочь. Что мне здесь понравилось? Думаю, каждого это интересует. Хочу сказать, что очень мне понравились я проводил брата Дуды. И также мне вчера вечером была такая группа очень интересная. Мне очень понравилось, как они пели. И действительно я себя чувствовала там, как будто ты на Голгофе возле ног Христа. И это было такое, может, впечатление, ну не знаю, конечно, советовала каждому посмотреть. Это было такое самое интересное. Ну были также семинары. Мне очень понравилось. Да, еще мне понравилось, когда у нас в субботу пропадь была у бактистов. И у них был очень интересный такой зал. И для меня это было тоже какое-то неожиданное, потому что мы привыкли, что-то такое серьезное, специфическое. Но там было очень интересно сделано. И чувствовал себя, как будто ты, когда Иисус говорил проповедь на реке, возле реки, и чувствовал себя, как будто ты вот сидишь вокруг, и там такая река, и ты слушаешь проповедь. Даже мне понравилась организация. Ребята, конечно, все молодцы, друг друга поддерживаются и улыбаются. Не было такой напряженки. И, ну, конечно, одно, что скажу, что у нас на Украине, когда какие-то разные съезды, то больше людей приезжают. Здесь не было так больше. И я бы хотела, может, чтобы на следующий год, когда они будут организовывать эту программу, я хочу обязательно приехать, попасть на эту программу здесь, на Айси. Я бы хотела, чтобы даже было много людей, тоже могли приехать и увидеть эту программу, и даже поддержать. Знаю, что вчера тоже был такой миссионерский выход, кто хотел газеты, раздавал и делились опытами, тоже было очень интересно. Мне еще очень понравилось, понравилось, когда многие молодые люди тоже выходили, говорили проповеди. Многие некоторые, в первый раз вообще, но чувствовала, что переживали. Но молодцы, конечно, имели такую твердую веру, что они молились. Все желающие могли присоединиться к Айси. Участникам раздали бланки, заполнив которые и передав руководителям Айси, можно было присоединиться к Адвентистскому товариществу инициатив Польши. Члены Айси верят, что Бог дал им таланты, время, способности и финансы, а они являются их распорядителями, и поэтому считают своим обязательством несение помощи и Евангелия другим людям. Елена Татаринцева из Варшавы, специально для телеканала Благих Новостей. Продолжение следует...